Добрый вечер. Какая-то совершенно фантастическая телевизионная картинка вот уже два дня приходит из Турции. Вчера в городе Измир на митинг вышло два с половиной миллиона человек. Сегодня в Стамбуле по некоторым оценкам 5 миллионов. Это все равно, что если бы в Москве, ну вот с учетом разница населения России и Турции, если бы в Москве вышло порядка 10 миллионов, вы можете себе представить такой митинг? Я в Москве нет, а вот в Турции оно сейчас происходит. Почему? Что там такое случилось? Почему люди вот так мобилизованы? Да, мы знаем формальный ответ. Завтра в Турции одновременно парламентские и президентские выборы, а вот сегодня канун этих выборов. Понятно, что все политические силы там делают все, что можно в последний момент, но это все равно не объясняет такой масштаб. Ну вот у нас в России недавно были президентские выборы, перед тем парламентские. Там и ста человек никуда не вышло, а здесь миллионы. Что происходит в Турции? Мне кажется, в Турции сейчас происходит последняя попытка, последний шанс, последняя возможность остановить окончательную путинизацию страны. Да-да, именно от слова Путин. Есть такой руководитель Турции по фамилии Эрдоган, который очень хочет стать турецким Путиным. Буквально вчера он сравнил, никто его за язык не дергал, это было в интервью к государственному телевидению турецкому, сравнил себя с Путиным, назвал себя и Путина самыми опытными политиками в Организации Объединенных Наций. Он очевидно дружит с Путиным. Да, у нас здесь были столкновения достаточно острые, чуть ли не российско-турецкая война, но все уже прошло, отношения восстановлены и даже вышли явно на новый уровень. В апреле Путин приезжал в Турцию, так Эрдоган с него там пылинки сдувал. Ну и наконец Эрдоган, очевидно, мечтает о таком же уровне власти, который сегодня есть у Путина. В Турции до недавнего времени была парламентская республика. Республика, где очень хорошо была отстроена система сдержек и противовесов, где первое лицо зависело от депутатов, от судей, от СМИ, от общественного мнения и где положение этого первого лица, но ни в какое сравнение не шло с тем, что имеет первое лицо в России, которое не зависит практически ни от кого. И Эрдоган, он не просто завидовал, он деятельно менял систему политической власти в Турции, кажется, вот уже в шаге от окончательной победы. Год назад Эрдоган, его партия, его люди продавили проведение референдума, который поменял государственную систему Турции из парламентской, она превратилась в президентскую, а точнее даже в суперпрезидентскую. Потому что по новым правилам, а они начнут действовать вот сейчас, после завтрашних выборов, президент Турции, ну практически как в России, может спокойно менять министров, может спокойно разгонять парламент, может самостоятельно, ни с кем не советуясь назначать себе преемника. Да! Там по новым правилам будет так. Президент может сам себе назначить любого вице-президента. Если при этом он уходит в отставку, то один из этих вице начинает исполнять его полномочия. То есть вот я президент назначаю Васю, подписываю указ о своей собственной отставке и все, Вася становится обладателем всех рычагов власти. А уж выборы-то он проведет потом как надо. Это схема, которая на пространствах постсоветских республик отработана, но вот в Турции она сейчас кажется официально закреплена. Президентские указы вот у этого нового будущего турецкого президента будут равны законам. И более того, там даже прописана хитрая схема, которая позволит Эрдогану не дважды быть президентом, не два срока сидеть, а практически три. Есть там специально записанная уловка. Если завтра Эрдоган на выборах побеждает, то он получает уровень полномочий соответствующих, сопоставимых с путинским. И получает практически путинскую авторитарность и несменяемость. На что он направит эти свои полномочия, ну, более или менее понятно. Я не знаю, что там у него с исламизмом. Он начинал как руководитель исламистской партии, не зная, может быть, это был просто инструмент. Но уж точно авторитарный человек приложит все усилия, чтобы закрепить, законсервировать свою власть. И в идеале сделаться несменяемым начальником страны. Мы видели, как это происходит на том самом постсоветском пространстве. Мы хорошо знаем своего Путина. Ему не обязательно при этом становиться диктатором. Нет. Но если ты направляешь все свои усилия на сохранение своей власти, то коррупция придет автоматически. Агрессия по отношению к своим людям, а затем и по отношению к внешним странам. Кто там у него? Сирия, Армения, поблизости. Кипр, Греция. Это тоже будет. Обязательно начнутся провалы в экономике. Нам тоже это знакомо. Я очень понимаю, вот так освежив все эти данные в памяти, и я очень понимаю тех людей, которые сейчас не поленились выйти на эти грандиозные митинги. Мы знаем, а турки еще лучше, чем мы знают, тот путь, которым он шел. Да, человек стал в свое время мэром. Да, потом избрался в президенты. А потом случился в 16-м году Пуч. И результаты этого Пуча были такие очень интересные. Тогда больше 107 тысяч человек выгнали с работы. Это были судьи, это были прокуроры, это были учителя. 50 тысяч человек с 16-го года на сих пор находятся в тюрьмах турецких. А потом был вот этот референдум, который, в общем-то, Европа не признала. А еще после Пуча Эрдогам умудрился с Европой поссориться. Он хотел восстановления смертной казни. Европа говорила, а кстись, ты же хочешь стать членом ЕС. Сказал, не, ребята, к черту ваш ЕС. Смертная казнь важнее. И без виз, кстати, тоже был в результате отменен. Я не знаю, кто этот человек, который сейчас главный претендент, главный конкурент Эрдогана на этих завтрашних выборах. Он из какой-то партии большой, заслуженной, которая долгие годы, кстати, была партией власти в доэрдогановские времена. То есть партия такая, респектабельная. Человек не экстремист. Ну, кем бы он ни был, я в любом случае собираюсь держать завтра пальцы крестиком. Мне хватит одного Путина российского. Я очень хочу, чтобы у него не было друга, напарника и человека, который его будет поддерживать вот еще и в Большой Турции. Она тут рядышком. Держим пальцы крестиком. Я Алексей Романов, канал Ньюсейдер. Россия будет свободной. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова